По древним обычаям в эти дни проходят святочные игры. Они начинались в крещении и заканчивались в день зимнего солнцестояния, 21 января. В это время на Руси пели калятки. Это, конечно, больше язычество, но церковь попыталась ассимилировать эти обряды, придав им характер прославления Христа. Сейчас многие и не знают, как калядовать. Но в Лапсарах народную традицию продолжают уже почти 20 лет. Вместе с ряжеными по улицам прошлась и наша съемочная группа. Чтобы они были богаты, здорово! Где крупа? В поле зерна! Вот так в масках и костюмах, чтобы не узнали, с подарками, песнями и прибаутками гуляют ряженые по поселку. Кто-то охотно вступает в игру, а кто-то убегает. Здоровья хочешь, счастья хочешь? Давай ныряем! Вместе с тобой ныряем все! Маши! Пропагандируют народные традиции в Лапсарской школе искусств. Уже около 20 лет ученики и преподаватели в святочную неделю переодеваются и желают прохожим счастья, добра и богатства. Традиция какая-то, то есть люди ее воспринимают очень хорошо, людям это нравится, каждый желает получить добро, счастье в свой дом. Ну и проводится, в общем-то, с каким-то интересом, то есть какой-то загадкой, уверенностью в будущее, в праздник, что сказка существует, праздник есть. Хоть смысл обряда кальдования многие уже и не знают, но равнодушно мало кто остается. Одно из постоянных мест, куда приходят ряженые – хоспис центральной городской больницы. Дрёмня добра, поле зерна! Разбрасывание риса – одна из традиций калядок. Это должно принести достаток в дом, а еще никто не может отказать кальдовальникам, ведь никто не хочет будущий год прожить хуже, чем предыдущий.